Сегодня расскажем о плюсах и минусах жизни в Албании для тех, кто задумывается о релокации в эту страну. И говорить мы будем о явных минусах и явных плюсах. Вы на канале Только Space. Я Олеся. Я Владимир. Погнали. Албания – это страна, которая ограничится европейскими государствами, такими как Черногория, Сербия, Северная Македония и Греция. Пролив Атранта разделяет Албанию с Италией. Площадь государства – 28 748 километров, квадратных, естественно. А количество его жителей – всего 2,8 миллионов человек. 95% населения Албании составляют коренные жители – это албанцы. Итак, переходим к плюсам. Первым плюсом идет природа. Природа в Албании преимущественно сохранена в своем первозданном виде. Она удивительно живописна и разнообразна. Зеленые равнины, густые леса, горные хребты, ущелья, озеры, горные реки, моря. Какая красота. Второй плюс – это климат. В Албании очень благоприятный климат для проживания, особенно на побережье. Албанское лето на побережье длится 6 месяцев с апреля по октябрь. Тредняя температура воздуха летом 25-28 градусов, что очень комфортно. А зимой она опускается до 8-9. В центральной части холоднее, зимой могут быть даже морозы – до минус 20 градусов. Также к плюсам Албании можно отнести ее людей. Албанцы – очень дружный, радушный и гостеприимный народ. Они веками чтут и сохраняют свои традиции, очень уважают старших и заботятся о них. Жители часто готовы прийти на помощь друг другу и гостям страны, конечно же. По-моему, один из самых важных плюсов – это доступное жилье. В Албании низкие цены на землю. Отсюда доступные цены на строящееся и готовое жилье даже в курортных городах. Цены на недвижимость в этой стране существенно ниже, чем в соседних государствах. Да, так же, как и невысокие цены на основные продукты питания и товары. Потому что в Албании развито сельское хозяйство и развивается промышленность. И производимые на территории страны продукты питания, а так же товары первой необходимости, поэтому относительно дешевые. В Албании очень безопасно. В плане криминала здесь тихо и спокойно. Но иногда случаются карманные кражи. Ну и в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. И в Албании к этой ложке можно отнести бедность. Албания – бедная страна. Основные проблемы экономики – это отсутствие сырьевой базы, инвестиций и уменьшение рабочей силы, так как много работников уходят на пенсию ежегодно, а притока молодых кадров в стране нет. Так же немаловажный минус – это коррупция. Уровень коррупции в Албании достаточно высок. Это является существенной проблемой для тех, кто ведет или хочет начать свое дело в Албании. Так же к минусам можно отнести демографическую ситуацию. В стране наблюдается естественная убыль населения, рождаемость низкая. Людей пенсионного возраста, наоборот же, очень много. Ввязано это с тем, что молодежь стремится уехать в более развитые и богатые страны Европы. Ну и еще одна из причин, почему и молодежь уезжает из страны – это образование. Здесь нехватка высших и средне-специальных учебных заведений. Из специалистов во многих областях наблюдается до сих пор дикая нехватка. Ну и если вы захотите приехать в страну, то минусом для вас будет языковой барьер, так как большинство албанцев говорит только на албанском языке, а английский знает в основном вот только лишь молодежь до 30 лет. Ну и также бедность всегда идет рядом с пороком, мусор на улицах. Мусорить на улицах для албанцев – это вообще в порядке вещей. Хотя бедность – это не порок. Как говорил Майт Науменко. Также к минусам в Албании можно отнести транспорт. Городская транспортная инфраструктура развита уж очень плохо. Ну а зачем она нужна, если там мало жителей? Ну вот, в общем, мы рассказали вам все основные минусы и плюсы этой страны. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие интересные видео. Ставьте лайки и колокольчики. Обратная связь в комментариях и через почту, указанное под видео. Также при желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. А также не стесняйтесь, заходите в описание к видео. Там есть ссылка на наш сайт, где можно просить о помощи, чтобы с вами сняли жилье. Помнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok